Среди счастливчиков, которые переедут на Вишневую, Ольга Богданова. В Бараке на Гагарина она прожила 60 лет. Сегодня в её, хоть и родном, но непригодном для проживания доме проваливается пол, потолок в аварийном состоянии, проблемы с теплом. Зимой температура воздуха в комнатах не поднимается выше 14 градусов. Я родилась в такой семье, где нас учили иметь не только чистые мысли, но и чистоту жилища, в котором ты живёшь. Поэтому мы старались поддерживать, насколько это возможно. Три года назад мы ремонт взяли, потому что не знали, когда будет возможность у нашего города выдать нам что-то взамен. Поэтому сделали ремонт. Но, слава Богу, нас надежда никогда не покидала. Свою новую квартиру Ольга не просто видела, но уже и распланировала каждый уголок. Радостью поделилась с мэром, который оказался её первым гостем. Спасибо. Хорошие условия. Да. Условия просто замечательные. Мы не так хорошо или плохо, но каждый год по 100-100 годам. Огромная, огромная благодарность городу. Переселяем, конечно. И вам. Новый год переселенцы должны отметить в новых квартирах. Такую задачу перед застройщиком поставил глава города и отметил, что контроль за ходом строительных работ с сегодняшнего дня усилится. 90% работы не завершены. Сейчас идут отделочные работы. По дорожной карте мы должны через две недели здесь увидеть ситуацию, когда уже практически стопроцентная готовность. В доме мы приобретаем квартиры под федеральную программу переселения из ветхоаварийного фонда, 117 квартир. И по городской программе также переселяем дополнительно людей с Инжирной, и с Перелетной, из Амеретинки. То есть задачи большие. Я очень рад тому, что мы каждый год 100 с лишних семей из ветхого фонда у нас переселяются. Этот год 131 семья будет переселена. Это тоже здорово. И к Новому году у этих людей будет новогодний подарок. Возможность переселить жителей аварийных домов у властей города появилась благодаря социально ответственному бизнесу. На этот раз участие в реализации программы переселения принял застройщик Шамиль Нунаев. Он и выделил для переселенцев 131 квартиру в доме на Вишневой. Как только закончится строительство, мэрия выкупит у него квартиры, причем по цене в два раза меньше рыночной. В целом в эту новостройку переедут жители бараков с улиц Гагарина, Инжирной, Воровского, Рос, Перелетной, Новороссийского шоссе и переулка Севастопольского. Проблема с канализованием в доме уже решена. Застройщик провел 750 метров труб. Этого хватает не только для самого дома, но и для жителей соседних зданий. Сейчас в высотке приступают к установке лифтов, подключают коммуникации. Началось строительство парковки. Необходимо застройщику обустроить и придомовую территорию. И в первую очередь по требованию мэра здесь должна быть детская площадка. Все необходимое оборудование предприниматель уже закупил. До конца года у нас официальная сдача этого дома. Но мы постараемся на пару недель раньше это сделать, потому что администрации еще предстоит передать, чтобы выполнить программу, передать людям эти квартиры. В планах у нас построить сейчас в этом году, вот в конце, начало года мы ждем разрешения на строительство. Это детский сад. Мы планируем передать его городу. Тоже чувствуем своим долгом, что есть возможность, почему не помочь. Нунаев известен в городе как добросовестный застройщик. На его счету строительство и ремонт социальных объектов, предоставление квартир для чернобыльцев, ветеранов и сирот. А теперь еще и помощь в решении проблем обманутых дольщиков. В этом году застройщик взялся достроить в том числе проблемные вантовские объекты в переулках Теневом и Трунова.